В Москве проживает более 13 миллионов человек. И, как показывает практика, именно в таких больших городах люди острее чувствуют одиночество, нежели в маленьких населенных пунктах. Правда, и вариантов, как избавиться от него, множество. На помощь приходят различные организованные локальные сообщества. Москва предоставляет большое количество возможностей, как найти друзей, реализовать себя, помогать окружающим и соседям. Пандемия показала, насколько важна помощь локального сообщества. Я знаю ситуации, когда подъезды организовывали чаты и писали, я заболел, но одинокий человек. Кто пойдет в магазин, допустим, пожалуйста, принесите мне то-то, то-то. И если вдруг нам становится плохо, то сосед может вызвать скорую помощь. Если вдруг нам нужна какая-то бытовая помощь, то опять же мы можем обратиться к соседу. Мы можем просто поговорить, пообщаться, обсудить фильм, который посмотрели. И все это соседи. Поэтому добрососедство, как форма организации взаимодействия между соседями, конечно же, имеет очень большое значение. Добрососедство нужно формировать и нужно поддерживать. Я бы даже сказала, очень бережно поддерживать. Добрососедство – это высокий уровень доверия и взаимопомощи людей, живущих на определенной территории. При этом локальное сообщество и добрососедство – это такие вложенные понятия. Локальное сообщество обычно чуть больше, чем добрососедство. Добрососедские отношения – это скорее про двор, это скорее про подъезд. Локальное сообщество – это скорее про район. Желательно, чтобы у горожан были места, куда они могут прийти, которые будут их. То есть дома культуры, культурные центры, выставочные залы. Библиотека может становиться очень значимым игроком, аккумулируя к себе потоки горожан. Что касается примеров добрососедства, здесь, наверное, стоит еще одно понятие ввести, как найти добрососедство и как узнать, что оно есть на территории. Есть такое понятие – верникулярное благоустройство. Когда люди своими силами что-то делают на, грубо говоря, при усадебном участке на территории, около дома. В конце концов, это может быть лебедь из покрышки. Но этого лебедя кто-то сделал, кому-то он нравится, почему-то его сюда поставили, какие-то усилия приложили, чтобы сделать эту территорию а – комфортней, приятней, б – уникальней. И запрос на уникальность, на создание какого-то определенного облика этого района, создание на территории района спортивной школы, причем какой-нибудь спортивной школы, которая вот только здесь и больше нигде не повторяется. Вот этот запрос есть у горожан, и его реализация позволяет им еще больше влюбиться в свой собственный район, начать о нем заботиться. Соответственно, вот добрососедство – это в том числе про благоустройство. И развитие локального сообщества и добрососедства идут рука об руку, поддерживают друг друга, развивают. И формирование пространств конструктивных диалогов в городе – это важная часть развития наших городов на ближайшие 10-15 лет. Недавно ученые провели большое исследование, которое выявило связь между здоровьем человека и его чувством принадлежности к сообществу. В эксперименте участвовало более 700 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Результаты оказались ошеломляющими. Те, кто испытывают слабое чувство принадлежности к сообществу, имеют проблемы со здоровьем в три с лишним раза чаще, нежели те, у кого чувство принадлежности сильное. Более того, если говорить о психическом здоровье, то тут цифра еще больше почти в пять раз. Всем известно, что те люди, которые находятся в социальном вакууме или в социальной изоляции, болеют больше, потому что они больше склонны к какой-то меланхолии, подавленности настроения, у них чаще бывает депрессия. И у таких людей вот эта нестабильная психологическая составляющая тянет за собой и проблемы со стороны соматического здоровья. У таких пациентов чаще развивается гипертония, у них чаще случаются инфаркты, инсульты, они чаще страдают избыточным весом, и как следствие у них нарушается углеводный и жировой обмен, чаще развивается сахарный диабет. Поэтому как практикующий врач, я считаю, что эти исследования подтверждают те практические наблюдения, которые встречаются, в общем-то, да, то есть каждый день в врачебной практике. Все мы рано или поздно испытываем чувство одиночества. Кто-то его принимает легче, кто-то сложнее, и изо всех сил борется с ним, переключаясь на работу, хобби или просто пытаясь поговорить об этом с кем-то. Кому-то удается справиться самостоятельно, а другим требуется профессиональная помощь. Парадоксально звучит. Большое количество людей вокруг, и при этом я одинок. Это феномен толпы, который описан достаточно давно к одиночеству, может приводить ряд факторов. Возможно, это развод, возможно, это потеря близкого человека, возможно, переезд в другой город или просто смена места работы. Существует категория людей, которые наиболее подвержены стрессам. Это подростковый и юношеский возраст. В силу того, что эти возраста очень эмоциональны. И некие социальные моменты, конфликты, например, переживаются очень остро. Ну и, конечно же, второй возраст, который также является лидером по одиночеству, это возраст, когда человек прекращает профессиональную деятельность. Возраст выхода на пенсию плюс пожилой возраст. То, что одиночество вредно и даже опасно для человека, понятно. Но почему оно возникает? Это очень правильный вопрос. А давайте зададим себе другой. Где мы живем в большом городе? Верно, в многоквартирных домах. Причем зачастую таких огромных, что жители не знают не только соседей своего подъезда, но и даже площадки. У нас начались проблемы в 90-х, когда появились железные двери, когда люди стали бояться соседей, общаться с друг другом, посторонних людей. Поэтому многие современные концепции урбанистики, они как раз занимаются проблемой выстроить систему, когда люди будут общаться и помогать друг другу. Клубы по интересам, каворкинги, это на самом деле хорошая практика. Она была достаточно давно. Она была и при советской власти, она была и в доисторический период. Если вы вспомните, даже очень старые поселения, там всегда существовала общинная изба, где люди могли собраться, решить общие вопросы. Где был класс, в нем учились дети, где сидел староста, к нему можно было обратиться. То есть это было даже в небольших деревнях. В чем действительно преимущество мегаполисов и больших городов? Они предоставляют своим жителям различные возможности. От реализации собственных талантов до вариантов помощи. Самое первое и главное – это не стесняться обращаться, когда это необходимо. Мы принимаем около 80 тысяч звонков в год. И каждый день, соответственно, нам звонят. И звонят ночью, потому что мы круглосуточная служба. Самый активный абонент – это люди с 36 до 50 лет. Это в основном женщины. Мужчины, как правило, долго собираются для того, чтобы попросить о помощи, потому что, как известно, для мужчин такая просьба о помощи рифмуется со слабостью. Им трудно признаваться, трудно просить о помощи. Но, как правило, это связано с отсутствием понимания второй половины – партнерши, жены, подруги, друзей и так далее. К нам звонят и дети тоже, и подростки. Они называют это одиночеством, но все-таки они имеют в виду отсутствие контактов среди близких и среди своих же сверстников. Пожилые люди к нам тоже обращаются с этой темой. Она немножко у них специфична, потому что эти люди, как правило, уже не ведут тот активный образ жизни, который они вели до этого. Если у этих людей даже есть дети, то, понятно, дети ведут довольно активный образ жизни, потому что темп этого города довольно интенсивный, и немножко нет времени до своих родителей. И если человек не привык заниматься собой и не привык наполнять свою жизнь какими-то еще смыслами, то, конечно, он это переживает как такую пустоту и как одиночество. Иногда человек обращается и довольно скупо говорит, или довольно тихо, или довольно как-то вяло, но это не значит, что ему не нужна психологическая помощь. Как правило, наоборот, какое-то такое тихое предъявление иногда вызывает большее напряжение. На кризисность влияет отсутствие или наличие какого-то окружения у человека, он один, или он все-таки может с кем-то разделить свое состояние. Это тоже все будет влиять на нашу такую бдительность по поводу его кризиса. Пожелать друг другу доброго утра, встретившись с соседом на лестничной площадке, узнать, как дела, это фактор, делающий нашу жизнь гораздо лучше и добрее. Простой пример. Вечером в квартиру одинокой женщины кто-то звонит. Посмотрев в глазок, она видит незнакомца, он не пытается открыть дверь и не ведет себя агрессивно, но и не уходит. Позвонить в полицию, родственникам, друзьям, но пока они приедут, да и надо ли звонить в полицию, когда не происходит ничего противоправного. Или другой пример. Срочно надо уехать на день, а присмотреть за котом некому. А ведь как все становится просто, когда ты можешь попросить о помощи соседей, но ты с ними незнаком. Не пойдешь же по этажам вот так ни с того ни с сего. И вот тут на помощь могут прийти профессионалы. Менеджер местного сообщества – это новая профессия, которая появилась в Москве, в России в 2018 году. Мы собрали кусочки многих должностей и забрали в новую профессию их функционал, который нам кажется очень важным. По сути, это координатор, который объединяет все, что касается жизни так называемой локальной территории. Это не специалист, управляющий компанией, не диспетчер. Это больше социальная история. Это чаще всего активные люди, творческие люди, люди, которые хотели бы что-то изменить, что-то дополнить. Они не сидят без дела. Их видно по делам. Есть такая анкета соседских талантов, которая распространяется теми же самыми менеджерами местного сообщества. Она делится на две части. Она очень простая. Я люблю и я умею. Я умею готовить, я умею чинить машины, я умею рисовать. Благодаря этой анкете люди узнают о том, что рядом с ним есть человек, который разделяет их интересы, который может помочь им в каких-то их вопросах. На менеджерах местного сообщества можно научиться сегодня в университете ТОС, в университете высшей школы экономики. И сейчас, обучаясь по этой специальности, можно получить удостоверение о повышении квалификации и использовать это в своей работе официально и, соответственно, воспринимать это как дополнительную специальность к своей основной деятельности. Менеджер местного сообщества вошла в топ-50 профессий будущего. И действительно, это на сегодняшний день то, что требуется в каждом районе, в каждом доме. Просто мы не знаем, что этого можно хотеть и что это так называется. Еще одна эффективная модель развития общественного пространства это соседские центры. Соседский центр – это такое пространство, которое открыто для тех людей, которые связывают себя с этим местом. Это может быть те, кто здесь живет, в этом жилом комплексе или в этом районе, а может быть те, кто здесь работает, а может быть те, кто здесь гуляет мимо и вместе с детьми или друзьями будет рад тоже чем-то поделиться для местных жителей в этом пространстве. Например, когда мы создавали соседский центр в Лефортово, на нашей площадке собирались жители и Таганского района, и Басманного района. Просто потому что мы создали такие комфортные условия, понятные для людей, и при этом была очень понятная такая механика открытости. То есть есть идея, и она может реализоваться здесь, в любом пространстве. Достаточно, не знаю, 20-50 метров, чтобы люди могли уже средним таким вот кругом своего местного сообщества собираться и изменят привычный ход жизни в том векторе, в котором им хотелось бы. В последнее время еще очень популярны домовые чаты. Там можно узнать, что происходит в доме, какие проблемы, попросить о помощи. И что интересно, сейчас домовые чаты становятся более функциональными. Особо интересно не просто чаты, все-таки с ними все понятно. А когда уже вот сейчас добавляются разные чат-боты? Например, в нескольких соседских центрах, которыми вот нам повезло управлять, у нас чат-бот, которого сначала написали сами соседи, а потом мы еще добавили ресурсов и доработали его. И сейчас в нем можно, например, решать прямо такие важные вопросы. Например, на квартирного дома я иду на улице, автомобиль, забыли выключить габариты там или открытое окно. Я прямо в чат-боте набираю номер машины. И владельцу этой машины приходит сообщение о том, что вот не выключены там габариты. И это вот уже такие прям действительно добрососедские функции, в которых вот можно снимать много разных таких проблем и задач. Еще помощники, помогающие наладить отношения с соседями и объединить их в Москве, это сеть районных центров «Место встречи». Все здания объединяют такие характерные черты, как большая площадь стекленного фасада, через который во внутренние помещения проникает очень много естественного света. В большинстве объектов есть летние веранды на крыше. Там есть такие зоны отдыха, мягкие пуфики, беседки, там есть бесплатный Wi-Fi, люди с удовольствием проводят там время. Кроме того, у нас обширные программы мероприятий. Это различные мастер-классы, это фестивали, это различные занятия по разным абсолютным направлениям. Поиграть в настольный теннис, в настольный футбол. В комьюнити-зоне проводятся занятия по проекту «Мэра Москвы. Московское долголетие». Районный центр «Место встречи» — это место, где каждый найдет себе занятие по душе. Редактор субтитров А.Семкин